Друзья, зашла я с проспекта Героев Сталинграда. Ранее назывался Героев Сталинграда. Сейчас проспект Богдана Хмельницкого. Вот он рядом. Зашла со стороны налоговой Севченковского района. Вдалеке. Вдалеке. Показываю вам. И замечательная, прекрасная осень золотая. Прекрасно. Здесь столько листья. Здесь столько листья. Такая прелесть. Мне нравится запах вот этого кленовых желтых листьев. Это эмоции детства, наверное. Я когда-то в детстве была желтой осенью. И мама мне обшивала. И у меня был такой букет. Букет с этих желтых листьев. Кленовые желтые листья. Прелесть. Замечательно. Значит, вдалеке у нас налоговая. Там же возле них есть спортивная площадка футбольная. Парк тоже замечательный. Среди города оазис вот этого кислорода. Все-таки прекрасно, что власти оставляют парки, реконструируют их. В городе это необходимо. Вдалеке детская площадка. Мы потом подойдем к ней. Но сейчас мы идем... Сейчас я вам хочу показать, то, откуда как бы начинается этот парк. Этот парк немножко побольше, чем парк Писаржевского. Тот, о котором я вам вчера рассказывала. Немного побольше. Здесь зимой можно и на лыжах покататься. Делают специальные лыжные колеи. И бегают на лыжах. Те, кто любит бег на лыжах, бегают на лыжах зимой. Осенью. Осенью тоже прелестно. Есть где походить. Он немножко побольше, чем парк Писаржевский. Чисто, хорошо, прекрасно, замечательно. Есть туалет. Есть туалет бесплатный. Акации, березки, клены. Прелестно. Сейчас все-таки мне очень хочется показать этот кленский кленовый. Это прелестно. Это замечательно. Какие они красивые. Какие красивые. Прелесть. Прелесть. Чудо-чудо. И пришли туда. Пришли мы туда, куда я и бежала, и хотела вам показать. именно это это то, откуда вот и начинается этот парк. Прекрасные две ели. Ароматные здесь. И с другой стороны две. Давайте покажу вам. Давайте покажу вам. Вот, прекрасно. Так, прочитаем, что же здесь написано. Парк культуры имени Богдана Клининска. И вот, где он находится. Это я сейчас захожу и захожу с центрального входа. И в центре у нас стоит богдан Клининский. Теперь, друзья, буду показывать вам. Идем туда. Парк Прелесть. Мне нравится этот парк. Ну, вообще-то, все парки красивые. Все парки красивые. все то, что можно где можно отдохнуть от города, от выхлопных газов. Вот, где есть оазис природы, где есть то, что добавляет нам кислорода. Это деревья. Это ели. Это цветы. И Богдан Клининский. И 1595-1657 года жизни. Поэтому и назван парк имени Богдана Клининского. Идем дальше. Идем смотреть на природу, на парк имени Богдана Клининского. на прекрасную желтую осень. Скамеечки есть. Есть скамеечки. Есть урночки. Видно, что убирают. то есть нет вот этого ощущения, что здесь не убирают. Нет. Люди кормят голубей. Мужчина пришел и подкармливает голубей. Одним словом это городские люди. Они кормят голубей. Любят собачек, кошек. Подбирают. Лечат их за свои деньги. Все-таки больше и больше людей становится. Таких, которые сочувствуют другим и помогают. Не только животным. И люди людям тоже. Но смотрим. А это вот дуб. Дуб прелестный. Тоже красиво. Дуб осенью. Какой запах. Как жаль, что камера не передает запах. Дуб. Чудо. Это чудо. И второй стоит. Сейчас мы идем на детскую площадку. И опять брижки. И здесь очень 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 классно. И классно. И за этими вот девятый. Вот это пахает. и здесь вот 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 Ну, здесь стоит какая-то... Сейчас мы вначале подойдем на детскую площадку. Я вам покажу детскую площадку. Замечательно, что площадок детских сейчас стало очень много. Я помню, в 90-е годы, когда у меня ребенок только рос, и мы нигде не могли детскую площадку найти. Честно говоря, советские развалили. А все остальное потом началась вот эта эпоха, когда каждый депутат считал своим долгом установить детскую площадку. Сейчас, я не знаю, есть здесь табличка или нет, но площадка и очень много тренажеров. Очень много тренажеров. Те, кто любит, я вот обожаю там, где именно тренажеры. И детские качельки есть, и тренажеры. И видно, так как недавно рассказывали, что сами должна быть техника безопасности для деток. Видно, вот еду вам показать на технику безопасности, а вместе с тем увидела, что увидела. Недавно рассказывали, что обязательно вот здесь должно быть, чтобы когда ребенок катается, не бил свою спинку, чтобы не было удара на спинку. Ну, здесь я увидела, ну, здесь я увидела, что эту надо было бы уже давным-давно убрать качельку. Не знаю, кто-то обслуживает или нет это. Будем надеяться, что в нашей стране научатся обслуживать парки. То же самое, что вчера. Вчера, конечно, здесь мне нравится, здесь чисто. Против того, что мы вчера с вами смотрели парк Писажирского, то здесь более чисто. Видно, что подметают. Ох, Белочка, Белочка, Белочка побежала. Вот где-то там, там, опа, побежала. Побежала. Главное, вот они, она, сейчас, увидим мы ее, или нет. Попробую. Попробую, она где-то вот там сидит. Видно? Где ты? Нет? Вот где-то там бегает. Иди ко мне. Ой, на земле, на земле. А их же кормят. Иди ко мне. Иди, красавица. Побежала на вот то дерево. На вот то. Вот. Сейчас. Ох, по земле. Белочка. Ну, шла я, не знаю, я вам показала или нет, посмотрю потом, увидели вы или нет. Но Белочек у нас очень много в каждом парке. И мы когда-то специально ходили. Вот здесь что-то такое собирались написать. Может быть, когда-то это была в 90-е годы. Танцплощадка. Танцплощадка. Когда-то было это модно. В парках делали танцплощадки. Потом, потом, в принципе, по всей видимости, хотели, потому что было написано. Я обещаю своему мисту. И на этом все прекрасные идеи закончились. Любите, поважайте. Очень много написано. Чего-то написано. Потом позачеркивано. Понятно, детвора здесь показывали свои эмоции. Ну, я надеюсь, что когда-то здесь кто-то нарисует красивую картину. Будем надеяться. Вот такой замечательный парк, друзья. Прошла, отдохнула. Вчера, честно говоря, в парке Пиццаржевского я не отдохнула. Сегодня я прошла, отдохнула. Прекрасный парк. Рекомендую. Можно отдохнуть. Здесь есть и клён, и дуб, и осина, и березка. Что мы еще видели? Ель. Прекрасный запах. Замечательная детская площадка. Здесь есть детская площадка. Но больше всего это парк для отдыха. Для отдыха от города. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Кто еще не подписался. Кто подписался, кому интересно. Пишите свои комментарии. Пишите, какой парк вы хотели бы, чтобы я вам показала. Пока прекрасная золотая осень. Мы с вами посмотрим все наши парки. Которые есть в городе Днепр. До новых встреч в эфире. Пока-пока.